По сути, уважаемые коллеги, друзья, уважаемый Адам Веленович, я, значит, по уважительной причине несполнился, извините. Здесь выступил также наш уважаемый посол Сергей Павлович Капыркин. Ну, уважаемые друзья, как вы знаете, наша страна сегодня переживает сложнейший судьбоносный этап своей 30-летней независимости. Во время последней войны мы потеряли в бою большую часть территории Республики Отцах. К сожалению, у нас тысячи жертв, инвалидов, а также военно-пленных. 44-я дневная военная агрессия с участием Азербайджана и Турции, которая была развязана 27 сентября 2020 года, закончилась для нас болезненным поражением и подписанием резервы трех стран за время 9 ноября 2020 года. Это уже всем известно. Да, уважаемые друзья, войну остановила Российская Федерация. И на протяжении всей войны лично я делаю много заявлений о том, что российское присутствие, повторяю, российское присутствие в нашем регионе должно быть полностью восстановлено. Это сейчас тоже очень актуально. И это присутствие следует рассматривать не чисто физически, а под содержанием и логикой проводимой политики власти. Я не могу вдаваться в нюансы и особенности этой политики. Ясно одно, мы должны быть справедливыми и честными, конечно, если они могут, эти власти. Сейчас как никогда необходимо формировать новое качество отношений с нашим стратегическим партнером России, углубляя взаимную интеграцию во всех отношениях. Очевидно, что обе стороны заинтересованы в этом. Статистика последних трех лет и факты показывают, что мы имеем огромные нереализованные резервы. Кроме того, реализация этих огромных резервов является одновременно экономическим, социальным, политическим, также сфере безопасности. И необходимо проявить четкую политическую волю. Формирование нового качества армяно-российских отношений, направленных на более глубокую интеграцию, является также желанием нашего народа. На мой взгляд, эти отношения должны развиваться как в двухстороннем, так и в многостороннем формате, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза. Так должно быть во всех сферах общественной жизни. Российский капитал должен чувствовать себя комфортно в Армении. Но мы не знаем, разве это так или нет. Не только российский капитал. Вообще, как чувствует иностранный капитал себя у нас в стране. В этом контексте комфорт должен проявиться не только на словах, но и на деле, в реальной жизни. Если быть честнее, бизнес не организуется даже на основе политических мотивов и собственных желаний. Бизнес организуется в предсказуемой стабильной среде. И уровень его прибыльности и веритабельности уже зависит от предпринимательского ума и схватки. Ну, уважаемые друзья, как экономисты, вы знаете, что у нас в республике очень-очень много проблем. Как вы знаете, если рассмотреть 2020 год по сравнению с 2019 года, более чем в 100 раз снизился уровень, значит, баланс иностранных прямых, значит, вложений. Более чем в 100 раз. От 2019 года по сравнению с 2019 года до 2,5 раза. Что это значит? И куда идет этот капитал? В основном капитал идет в страну, в Российскую Федерацию, в страну нашего стратегического партнера. Но этому есть объяснение, я чуть позже скажу. Когда возбуждение, возбуждение ненадлежащих уголовных дел, я откровенно скажу, создание атмосферы искусственного страха становится образцом управления, тогда капитал покидает территорию. И не случайно, что в 2020 году, я уже сказал, в нашей стране по сравнению с 2019 годом чистый приток прямых иностранных инвестиций снизился примерно в 100 раз. Нормально ли это? Конечно, нет. Это политический вопрос или экономический вопрос. Оба вместе. Так что в контексте дальнейшего развития аграрно-российских отношений мы должны преодолеть эту проблему. Всеобщий политический кризис может быть преодолен только через досрочные парламентские выборы. Ну, как вы знаете, я это писал, наверное, где-то неделю назад. Уже мы все знаем, что примерно, это не точная дата, 20 июня, но примерно, значит, в конце июня у нас будут неочередные парламентские выборы. И думаю, что наш народ будет иметь возможность проявить свою, то есть волеизъявление будет обеспечены эти условия. Всеобщий политический кризис может быть преодолен только через досрочные парламентские выборы. И я считаю, что армяно-российские отношения должны быть включены, повторяю, должны быть включены в предвыборные программы всех политических, хотя бы в большинстве, программ политических сывок. Внешний торговый оборот Армении в 2020 году составил всего 7,1 миллиард долларов. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель снизился на 13,2%. Внешний торговый оборот Армении со странами-членами ЕАЭС составил 2,2 миллиарда долларов. Понизился на 2,6%. Ну, уже я в том числе с России на 2,1 миллиарда. То есть Россия является нашим и остается, и будет, прогнозы это показывает, основным торгово-экономическим партнером. То есть более чем 90% в рамках ЕАЭС составил торгово-экономический оборот с Российской Федерацией. Экспорт из Республики Армении в страны-члены ЕАЭС составил всего 105 миллион долларов. И показатель понизился на 83. Но я не буду читать все эти статические сравнения, цифры, только скажу, что Армения в основном экспортирует в Россию алкоголь, фрукты, овощи, одежду, рыбу, шоколад и так далее. То есть товарооборот с другими странами ЕАЭС более скромный. Так как на киргизский рынок выход сможет в географическом плане, это очень трудно. А на белорусский рынок из-за ограничений импорта, в частности 75% белорусской розничной торговли, должно быть отечественного производства. То есть это национальное законодательство Беларуси, некоторые ограничения представляют. При этом надо отметить, что стал расти экспорт алкогольских консервированных фруктов и овощей в Беларусь и эвелирных изделий в Казахстан. Можно прогнозировать, что в 2021 году будет наблюдаться определенная активность во внешней торговле со странами ЕАЭС из-за временного запрета на ввоз странам товаров турецкого происхождения. Локдаун и ограничения, введенные из-за коронавируса в 2020 году, отрицательно повлияли на объем их взаимно торговли страны-членов ЕАЭС, что в основном было связано с резким спадом объема производства товаров, перебоем и транспортной коммуникации с сокращением объема потребления. В то же время для более точной экономической оценки армянных российских торгово-экономических отношений необходимо двустороннее и многостороннее, то есть правильное сочетание взаимных интересов и задач в рамках ЕАЭС. Таким образом, Евразийский союз в большей степени воспринимается для Республики Армении как большой рынок реализации товаров и услуг, как зона трудовой миграции, но инвестиции от ЕАЭС не ожидаются. Это понимание у нас в стране, это так, что мы многие инвестиции ожидаем из других стран, а ЕАЭС в основном у нас воспринимается как большой рынок. Почему? Думаю, проблема в том, что не преодолены взаимные валеры, дело в привлекательности инвестиционной среды. Например, зачем российскому инвестору инвестировать в Армении или наоборот? Торговля, продажа продуктов и услуг сколько угодно, а с вложением капитала непонятно. Дело в том, что среда не идентична, нет равных условий в отношении государственных закупок, получения кредитов и других процедур, нет реальной цифровой экономики. Пока это добрые пожелания, но и кое-что уже сделано. Я, как председатель постоянной комиссии, скажу, что благодаря совместным усилиям, это, наверное, новость для многих, постоянной комиссии по региональной евразийской интеграции Национального собрания Республики Армения и комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Государственной Думы Российской Федерации, в результате совместного заседания двух комитетов во Владикавказе по поручению президента Российской Федерации господина Путина правительству Российской Федерации было выделено около 2 миллиардов российских рублей на расширение технического оснащения КПП Верхний Ларс. Это уже этот процесс идет. В нашей практике много таких достижений с участием наших российских коллег. Я первый раз скажу, уважаемый Ауран Веленович и наши коллеги, что по моему приглашению 15 апреля я жду делегацию комитета по делам СНГ и Евразийской интеграции во главе с Леонидом Ивановичем Калашниковым в Ереван. Это не очередная, так сказать, встреча или совместное заседание. Вы знаете, что после военных действий это будет первая вот такая делегация из законодательного органа Российской Федерации у нас. И мы ожидаем, у нас очень такая повестка дня. И вы приглашены, и очень много моих коллег для обсуждения этих проблем. В нашей практике много таких достижений и с участием наших российских коллег. Таким образом, уважаемые друзья, будущее армяно-российских отношений во многом определяется высочайшей степенью интеграции между двумя странами. Это касается самых разных сфер. Однако залогом его обеспечения может стать только новая политическая власть в нашей стране, в республике Армения, сформированная неочередными парламентскими выборами. Следовательно, новая ситуация предполагает подписание соответствующего соглашения о новом военно-политическом союзе между Арменией и Россией, что адекватно ниже ситуации в республике Армения. Я скажу, что я опоздал, так что у лидера нашей партии, господина Сорокяна, было совещание, и он еще раз передал привет этому нашему собранию, мероприятию. Это его идея, подписание нового политического договора между Арменией, и это будет вхасти в нашу предвыборную программу. Новые выборы, новые переговоры, новая власть. Вот в чем заключается новая архитектура арменно-российских отношений. Будущие власти республики Армения должны незаметительно притворить жизнь новую стратегию развития отношений между нашими двумя странами. Спасибо за внимание.